приветствую вас да и сегодня мы сами по подводим итоги года и поговорим про новый год про то как его поправильно спланировать давайте с вами вспомним просто вот этот год легче это делать по периодам правда прям до что зима прошлое потом весна потом лето потом осень а потом зима 5 карьеры ваших новых проектов да может быть поиска работы или увольнения с какой-то работы да это может быть все что касается денег да может быть сработали вы какие-то деньги или может быть вы начали ввести вот учет расходов да то есть но все что касается финансов возможно это какие-то дела встречи события связанные с семьей ваших да может быть вы отношения с детьми улучшили может быть праздник какой-то подготовили может быть в принципе да вспоминается как какое-то теплое событие в семье именно в вашей да ваши отношения с мужем с партнером или вы в поиске вот отношения находитесь да за что вы здесь благодарны 7 до может быть вы вышли из каких-то трудных отношений то есть что вам важного для вас было здесь на этой вот области в этом году может быть купили новую мебель какую-то может быть машину сменили да может быть просто комфорт какой-то сделали может быть купились и новое постельное белье он не знаю да то есть это все что касается комфорта другая область это саморазвитие вот от обучения да возможно вы в этом году работали над собой обычно люди которые приходят ко мне да вы здесь точно большие такие общем то вас прогресс большой да поэтому можете легко тут писать да может быть вот обучались чему-то может быть на консультации ходили ко мне еще кому-то да может быть вебинары какие-то слушали причем это может быть обучение в любой области да хоть я не знаю там там английскому языку хоть уходу за лицом хоть психологии хоть я не знаю всему чему угодно быть в работе чего-то да дальше область касается путешествий путешествие вообще хобби досуга вашему да что тут было да возможно вы куда-то поехали может быть с подругой с какой-то увиделись может быть вы нашли для себя какое-то новое увлечение вы вдруг поняли что вам очень нравится там не знаю шить у меня есть одна клиентка которая поняла что она очень любит шить например да и теперь получает от этого удовольствие большой да то есть это вообще все что вот именно связано с такими вашими интересами и как бы как это происходит я вам перечисляю а вы пишете вспоминаете что-то ой вот в этой области действительно потому что мы обычно помним однобоко мы помним про что-то одно остальное как-то наша память и поэтому мы сейчас специально поднимаем это да и переписываем чтобы собственно говоря все увидеть хорошо что уже я получаю хорошее хорошее получать это приятно так еще что общение друзья контакты да может быть были новые встречи какие-то интересные люди появились в вашей жизни допишем блокноте допишем блокноте только то где вы пишете может какой-то дневник ведете дневник успеха или просто какой-то еженедельник мы сейчас подводим итоги года да и пишем как раз что в этих областях за что мы благодарны себе девчонки если вам понравились мои видео рекомендую подписаться на мой канал и нажмите на кнопочку с колокольчиком для того чтобы не пропустить самые новые интересные видео и увидеть их первыми может быть мы расстались какими-то приятельницами да где отношения были не очень хорошие это тоже как бы это вот расчищение пространство и тоже можно себя за это поблагодарить дальше здоровье физическое самочувствие все что связано с телом да все что связано с нашим телом да возможно вы как-то тут что это все что касается спорта здоровья вообще любви к себе питание здоровый образ жизни витамины может быть вы хорошие нашли для себя может быть начали ух а вот ухаживать может быть пошли на по проверку к доктору например да может быть посещали вот регулярно врачей каких-то да вот все за что вы благодарны себе может быть вы мало болели в этом году поблагодарите себя что вы никому и не ходили с этим да и последняя у нас область это тело как красота уход да что здесь за что вы можете поблагодарить себя может быть в гимнастику какую-то делать может быть вы просто нашли себе больше нравится да может быть вы сделали фотосессию и вдруг увидели на одной из фотографий и понравились себе вот это на самом деле обычно очень важный такой вот индикатор когда любовь к себе растет то мы становимся фотогеничные да мы действительно начинаем как-то видеть себя иначе да когда мы в начале пути мы там видим собственно видео ли фото какое-то и мы только у себя какие-то минусы видим там голос писклявый нос длинный там щеки толстым такие вещи да а когда у нас принятие себя и вот любовь вообще уважение к себе растет то мы себя начинаем правда иначе видеть да поэтому все что касается красоты тела до вспомните за что вы тут себе благодарны прям пишем себе такие списки за что вы благодарны вот в этих областях да какие важные события были какие встречи года вот обучение года финансы года покупки года люди года семейные какие-то события года да какие-то моменты может быть вспомните когда вы просто переживали вот искреннюю радость из ничего казалось бы да вдруг было солнце на улице и вдруг я этот день запомнила вы знаете я помню сейчас вот вот удивительно обычно когда мы очень сильно в теле в своем до находимся и как бы очень так в гармонии сами собой с окружающим все мы эти моменты очень хорошо помним вы знаете я сейчас помню такое одно событие когда вот я родила и какое-то время там я была дома а потому что вышла с ребенком на балкон и я знаете вот как сейчас помню прям какая была погода шум поезда который шел где-то там далеко да вот этот морозный ветер который был такой и вот этот вот стульчик на который я села и вот я ее прижала к себе да и ну казалось бы такое совершенно ну банальное событие как некоторые внутренние события такой да поэтому когда мы подводим итоги года мы благодарим себя за разные вещи да и за такие прям это серьезные и за мелочи тоже очень хороший путь вспомнить это пролистать фотографии в телефоне да потому что у нас там обычно их скапливается какой-то вот объем большого и мы часто не помним а что было обычно мы что-то фотографировали да и вас будет такой если вам будет это интересно домашнее задание полистать тоже на вот под альбом свой в телефоне и вспомнить что еще было хорошего потому что я вас уверяю там по проценту 20 вы нового найдете планировать год заложим в вектора года да почему я говорю именно про вектора года потому что но у нас объем внимание вообще 7 плюс минус 2 то есть нам сложно одновременно удерживать больше чем 7 вот от объектов в голове дайка нас там 15 пунктов написано 15 целей и все важны то не можем и все запомнить поэтому я вам сегодня предложил на самом деле только как я поступаю каждый год да я вот закладываю вектора вот эти они мне позволяют помнить в течение года вообще что я там себе наметила для этого давайте сейчас сами сделаем такую работу для того чтобы понять что нам важно изменить просто ответить на такой вопрос то чем я недовольна последние пару лет там год последний 3 2 до то есть что в моей жизни меня не устраивает и вот сейчас у вас возникнут какие-то области в вашей жизни да про которые вот это неудовольствие у вас есть и и поставьте по что плюсик кто уже понимает чем он недоволен последние пару лет а теперь подумайте пожалуйста следующий вопрос какие две три цели сильно изменят мою жизнь может быть такое что они взаимосвязаны с по и предыдущим ответом да а может быть вы что-то увидите новое да вот представьте пожалуйста что есть какая-то другая жизнь более привлекательны для вас то и вот какие две три цели две три два три направления способны серьезно изменить вашу жизнь в лучшую сторону к у кого-то может быть эти цели связаны не знаю с открытием проекта какого-то да вот у кого-то может быть хочется не знаю сильно вес сбросить я вот и не знаю то что у вас да но самое главное да две три цели которые сильно изменят вашу жизнь к лучшему смотрите теперь для того чтобы эта цель была не просто цель как бы да а у нас же есть всегда некий страхи перемен поэтому мы еще здесь потому что если бы это наша новая цель была такой простой и у нас не никаких препятствий страхов по поводу нее там просто щелкнуть пальцем и мы уже точно были там но почему-то мы и и не там значит есть какой-то страх есть что-то что-то в нас что нас сдерживает да потому что обычно когда мы понимаем зачем то находится как и вот сейчас у меня к вам просьба такая да напротив каждой вот этой вот области до каждой цели вашей напишите пожалуйста пару слов зачем вам это да то есть вот вы выучили этот английский язык вот вы сбросили эти килограммы вот вы значит там наладили отношения с мужем вот вы переехали в другую сторону вот вы нашли новую работу в чем для вас то это привлекательный что это для вас означает да прям себе вот самостоятельно пишите зачем мы это делаем то есть наш мозг будет понимать как бы какая конфетка там ждет а когда мы отвечаем для себя на вопрос зачем мне конкретно это сейчас если ответа нету можно легко просто отказываться от цели и вот освобождать пространство для каких-то новых задач у вас значит возникли две-три цели до возникли ключевые слова вот эти да которые для вас символизирует вот эту важность а теперь пожалуйста вам надо сформулировать вот эту цель темно там видим как ну как такое по подумать именно да вам нужно сформулировать вот эту цель максимально десятью словами лучше чтобы это было их 5 то есть это короткая емкая фраза 57 слов и причем нужно эту цель прописать в минимальном и и выражении да потому что мы все всегда вот так вот планочку задираем к ней стремимся а потом у нас разочарование есть нет мы сейчас напишем минимальную планку смотрите у вас есть задача вот как если есть вашу цель куда вы идете вы понимаете для чего а теперь что на каждодневном уровне вы делаете да чтобы это был и вот тут вот эти ваши как раз вот идут вот эти вот задачи да я занимаюсь спортом два раза в неделю то есть это какие-то как вот рельсы ваши по которым вы приедете гарантированно к вашей цели я пью воду 2 литра в день это ваши правила там да то есть каким образом вы достигаете вашу цель и в чем прелесть системы этой до чтобы придумав ее единожды вы просто как бы на вот рельсы встаете найти да и по ней дальше идете это конечно очень удобно то есть вам и не нужно каждый раз что-то выдумывать это и это 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 и и Субтитры создавал DimaTorzok